В эфире информационная программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Дворовые войны. Причиной разногласия стала снова парковка. В Рязани автомобиль сбил подростка. Он пересекал дорогу по пешеходному переходу. По-настоящему президентский спорт. Сегодня в России отмечают День самбо. И лечить на расстоянии, как работает телемедицина. Сотни городских дворовых территорий ежедневно превращаются в стихийные парковки. На тротуарах не протолкнуться ни машинам, ни людям. В одном из рязанских дворов ситуация превратилась в настоящее противостояние между жителями и автовладельцами. Продолжит Анна Герцовская. Улица Зубковой, 24. Осенние пейзажи и ужасающие колеи на месте, где должна располагаться зона для отдыха людей. Здесь же проходит пешеходная тропинка, по которой жители близлежащих домов отводят своих детей в школу и детский сад. Случайные прохожие – тоже частые гости этого двора. На самом деле очень плохо. Грязь, лужи. Как тут? Тут невозможно пройти, смотреть. Были чистые ботинки с утра, а как? Все. Часто ли приходится здесь проходить? Нет, мы… Мы здесь не живем, мы просто прошли мимо и, конечно, ужаснулись. Ну, это везде такая проблема в таких вот районах. Очень странно, почему они смотрят на это. Машины заезжают на детские площадки, конечно. Очень плохо, что нет ограниченной территории специально. Жильцы этого двора устали от сложившейся ситуации. Чтобы предотвратить проникновение автомобилей на территорию зоны отдыха, на днях вбили железные трубы в землю. Активисты пожелали остаться неизвестными. По их словам, возмущения автомобилистов уже начались. И пусть столбики – это, с одной стороны, путь к порядку, в данном случае они незаконны, поскольку земля во дворе муниципальная. Если земля является, как я уже сказал, муниципальной, она не находится в собственности жильцов, тогда это нарушение. Префектура выходит и демонтирует эти столбики. Часто префектура района уведомляет жильцов о необходимости демонтажа. И если реакции нет, принимаются меры для ликвидации всех незаконных конструкций. За год префектурой составлено порядка 500 протоколов на таких нарушителей. Штрафов наложено административной комиссией Октябрьского района на общую сумму около 350 тысяч рублей. Также часто жители ставят самовольно конструкции парковочные. Это могут быть столбики, это могут быть цепочки. Тем самым, как бы отмечают они, как они думают, свое парковочное место. Такие конструкции префектура также демонтирует. К настоящему моменту нами было демонтировано около 200 таких парковочных конструкций. Из них 89 принудительно. Проблема в данном дворе, по словам префекта, не решается по одной причине. Жильцы домов не могут договориться о том, как использовать ту территорию, на которой расположена зона отдыха, детская площадка и место для сушки вещей. В том случае, если жители принимают решение о переходе дворовой территории из муниципальной собственности в общедолевую, тогда уже люди имеют полное право заняться обустройством зон во дворе. Расширить или уменьшить детскую площадку. Или добавить парковочные места. Какой вы видите выход из ситуации? Либо немножечко вот зону выделять, делать, асфальтировать. И все-таки, чтобы было побольше мест. Либо? Какой? Либо автостоянки. Все. Больше никаких. Ну, а вообще около домов много автостоянок, вы замечали? Есть? Вот в Дашках конкретно? Ну, в Дашках, наверное, вот я знаю, 3-4. И то, туда приезжаешь, там уже места нет. Да? Они все забитые. Поэтому вот в этом плане мне нравится очень, конечно, вот в Москве. Там все-таки вот эти трехэтажные делают стоянки рядом с домами. Все-таки удобнее. И я посмотрела, когда говорю, я бы даже и туда поставила. Все равно машина под крышей стоит. Не так, как на улице. И заплатила бы, и все. Большой вопрос вызывает проектировка городских территорий. Ведь, по словам местных жителей, даже ранее существовавшие стоянки для машин теперь застраиваются новыми домами. Автолюбителей с каждым годом становится все больше. И теперь во дворах конфликты только накаляются. Быть может, жителям настало время формировать дворовые территории самостоятельно и решать судьбу парковок на общедомовых собраниях. Анна Герцовская, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». В Рязани на пешеходном переходе сбили подростка. На улице Горького утром в четверг автомобиль «Опер» совершил наезд на 16-летнего юношу. Об этом сообщили в пресс-службе ОМВД по Рязанской области. По предварительной информации, молодой человек переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия пешеход получил травмы, с которыми был доставлен в больницу. Госавтоинспекция напоминает всем водителям, что согласно правилам дорожного движения водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость или остановиться перед переходом, чтобы пропустить пешеходов. Не стоит также забывать и пешим участникам дорожного движения, что они также являются полноправными участниками дорожного движения, которым следует соблюдать правила для пешеходов. В Рязанской области стартовала кампания по сбору налога на имущество физлиц. Собственники квартир, автомобилей, земельных участков должны уплатить налоговый взнос до 1 декабря. Имущественный налог для физических лиц делится на три типа. Это налог на имущество, дом, квартиру, гараж. Транспортный налог, к нему относятся все транспортные средства, а также налог на земельные участки. Оплатить их можно несколькими способами. Онлайн в личном кабинете налогоплательщика, с помощью сервиса «Заплати налоги», а также через банк или терминал по индексу в левом верхнем углу уведомления. По состоянию на 1 ноября 2017 года физическими лицами уплачены имущественные налоги в размере 409 миллионов рублей, что на 27 миллионов рублей или на 6,2% меньше поступлений аналогичного перевода 2016 года. Сотрудники налоговой связывают снижение с тем, что в этом году уведомления начали рассылать на месяц позже, чем обычно. А на конвертах с напоминаниями люди увидели штампы Нижнего Новгорода или Кемерово. Пугать это не должно. Также в этом году налогоплательщиков ждут некоторые изменения. Одно из них касается принципа начисления налогового сбора для имущества. Если у налогоплательщика есть квартира, кадастровая стоимость которой не превышает 1,5 миллиона рублей, то в этом случае налог рассчитывается по ставке 0,2%. В том случае, если кадастровая стоимость этого объекта между 1,5 и 4 миллионами рублей, то ставки 0,25%. В случае, если кадастровая стоимость превышает 4 миллиона рублей, налог рассчитывается по ставке 0,3%. Изменится и формула расчета налога на имущество, где применяется понижающий коэффициент. В этом году он повысится с 0,2 на 0,4. Этот коэффициент рассчитывается как разница между налога, рассчитанного от кадастровой стоимости и налога, рассчитанного от инвентаризационной стоимости за 2014 год. Так как он повысился в этом году, то большинство рязанцев увидят в своем налоговом уведомлении, что сумма налога на имущество немного возросла. Стоит отметить, что если вам до сих пор не пришло печатное уведомление, значит, вы зарегистрированы в электронном кабинете налогоплательщика и можете распечатать квитанцию самостоятельно. Оплатить налоги нужно до 1 декабря текущего года. Незаконное уклонение физических лиц от уплаты налогов влечет за собой начисление пени за каждый день просрочки платежа, применение процедур принудительного взыскания задолженности за счет имущества, а также ограничение права на выезд за пределы Российской Федерации либо арест имущества в случае, в котором предусмотрены законодательством. Чтобы каждый смог вовремя внести оплату, налоговые органы, помимо основных дней, будут работать во вторую и четвертую субботы месяца, а также по вторникам и четвергам до последнего посетителя. Однако решить любой вопрос вы по-прежнему можете из дома с помощью вашего электронного кабинета. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Из Рязани депортировали четверых граждан Республики Украина, которые отбывали в регионе уголовное наказание. Срок истек на днях. Минюст России принял решение о нежелательности их пребывания в стране. Сотрудники полиции перевезли иностранцев на границу России и передали их пограничникам. Также было принято решение о запрете въезда этим лицам на территорию России в течение пяти лет со дня депортации. Электронные рецепты, дистанционное лечение и консультации. В январе в России вступит в силу закон о телемедицине, а в Рязанской области она уже доказала свою эффективность. Телемедицина позволяет врачам из районов получать консультации специалистов Рязанского кардиодиспансера. Каждое утро сосудистые центры выходят на связь и докладывают обстановку. Сегодня на связи с Капин. Очень много за последние три дня уступило с отрикоронарным синдромом с подъемом сегмента СТ. Все в основном работающие мужчины. Общение с нашими специалистами повышает грамотность врачей в первичных сосудистых отделениях. И все это, конечно, в комплексе работает на здоровье наших пациентов. Кроме этого, Рязанский кардиодиспансер имеет постоянную онлайн-связь с федеральными центрами. Общение до этого отнимало гораздо больше времени. Порой такое ценное для пациентов. Ведь, как известно, болезни сердца отлагательства не терпят. Важен каждый час. С введением вот этих вот заочных консультаций, когда мы имеем возможность сразу бросить им все документы, они присылают нам либо вызов пациентам. Вот мы сколько экстренных отправляем. У нас даже экстренную помощь стали оказывать в федеральных центрах. Мы очень много отвозим на санавиации туда. За время, что внедрена телемедицина, пациентов, получивших высокотехнологичную помощь, стало гораздо больше. За прошлый год более 250 рязанцев прошли лечение в федеральных центрах. И около тысячи поступили на операции в кардиодиспансер из районов. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». В детской студии «Калибри» открылась довольно необычная экспозиция. На сей раз творческий коллектив решил подвести итоги выставочной деятельности за пять лет. Получилось весьма внушительно. Пожалуй, не каждый состоявшийся художник может похвастаться таким количеством выставочных мероприятий. Такая выставка в детской творческой студии «Калибри» проходит впервые. В этот раз стены небольшого выставочного зала украшают не работы маленьких художников, а афиши тех выставок, которые были организованы студией за пять лет. Когда творческий коллектив подсчитал их количество, удивлению не было предела. За пять лет воспитанники студии «Калибри» под чутким руководством педагогов стали авторами 70 выставочных проектов. Цель каждого из них – научить маленьких художников видеть и замечать вокруг себя прекрасное. А эту экспозицию вполне можно было бы назвать «Путешествие за счастьем». Потому что фактически что мы делаем с детьми? Мы путешествуем, показывая этот мир, какой он прекрасный, и какой он разнообразный, и какой он удивительный. И вот каждая остановка, которая рождает, собственно говоря, вот эту выставку, она и есть наша тема. О чем мы говорим? Я думаю, что дети, которые пройдут вот такой вот институт путешествий, я очень надеюсь, что они правда станут хорошим человеком с большой буквы. Потому что в первую очередь мы учим не рисовать, а прививаем ценности. За эти годы ребята сделали много удивительных вещей. Они работали с темой светлых праздников, старались каждый предмет представить в театральном образе, строили собственные дома счастья с поразительной архитектурой. И сегодня вся летопись этих фантазийных проектов представлена на выставке о выставках. На ее открытии присутствовали представители Рязанского художественного музея, а также уже состоявшиеся художники, которые иногда и сами выставляются в этом зале, являются частыми гостями студии и не перестают поражаться творческой энергией и талантом детей. Выставка «Великие личности» это вообще меня совершенно потрясло, потому что маленькие дети, и вот они сделали вот эту графическую, коллажную серию «Великие личности». Вы знаете, для больших художников темы эти решать очень сложно. Они решают все. И решают просто свободно, и выразительно, и интересно. Руководитель студии Людмила Пронкина поблагодарила всех, кто вдохновлял и помогал в организации этих выставочных проектов. Ну а наша телекомпания получила благодарность за информационную поддержку и интерес к творчеству маленьких художников. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Сегодня в России отмечается День самбо. Официальные даты рождения вида спорта принято считать 16 ноября 1938 года, когда он был признан спорткомитетом Советского Союза. Сегодня самбо – один из самых популярных и любимых видов спорта в нашей стране. 9 лет назад в нашей стране было положено начало замечательной традиции празднования Всероссийского Дня самбо. Прошло совсем немного времени, и торжества стали популярными во всех регионах России. Сейчас это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату мероприятия по самбо. Это не только самый массовый турнир, но и социально значимое событие, которое позволяет привлечь к спорту детей и молодежь. Это очень знаменательный день. День рождения наших любимых самбо. Безусловно, мы все очень рады, что вы начинаете заниматься самбо. Уверены, что вы будете продолжать любить самбо всю свою жизнь. В этом возрасте, в котором сегодня проводится сегодня, наш президент любимый Владимир Путин начал заниматься профессионалом. Именно с этого года в саммите клубе стал мастером спортивного профессионала и будущим, и настоящим преследованием нашей страны. Если же отвлечься от официальных формулировок и определений, то 16 ноября – самый главный праздник для большой семьи, общий день рождения всех самбистов. В каждой школе и клубе в этот день рады гостям, юным спортсменам и их родителям, легендарным мастерам, ветеранам и болельщикам. В нашем городе к этому дню приурочены областные соревнования. Как выступили в первой складке? За 4 балла? Я довольна. Я сначала проигрывал 3-0, потом я сделал бросок за 4 балла. Впервые празднование Всероссийского дня самбо состоялось в 2008 году, когда этому виду спорта исполнялось 70 лет. Торжества проводились как единое крупное мероприятие – юбилей самбо на Красной площади в Москве. Но ведь в каждом регионе страны есть своя история самбо, уникальная и неповторимая. Свои отцы, основатели, легенды, традиции – все, чем можно гордиться, что нужно показывать молодому поколению. Прекрасным поводом продемонстрировать лучшее, накопленное в самбо со дня его рождения, стал праздник 16 ноября. Достаточно было Всероссийской Федерации Самбо совместно с Министерством спорта России провести когда-то первую акцию с участием 50 городов, как идею подхватили во всех уголках страны, и в частности в нашем регионе, где самбо, кстати, важный и популярный вид спорта, как среди мальчиков, так и среди девочек. Соревновательная часть областных соревнований Рязанской области продлится еще и завтра. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Рязанцы смогут увидеть шоу белых китов. На парковке торгового центра «Премьер» расположился передвижной дельфинарий, в котором рязанцы смогут познакомиться с удивительными животными – белухами. Первое представление прошло накануне. Станцевать танго, спеть песню и даже нарисовать картину – для белух, которые сегодня гостят в Рязани, все это не составит труда. «Одиссей» и «Афродита» – так зовут артистов, которые 15 ноября на первом представлении передвижного дельфинария радовали рязанцев своими невероятными навыками. Белый полярный дельфин или белух – один из крупнейших видов дельфинов. Размер взрослой особи может достигать 6 метров, но «Одиссею» и «Афродите» всего лишь 4 года, чем и объясняется их сравнительно небольшой размер – порядка 2 метров. Интересной особенностью белух является то, что у них есть мимика. И поверьте, на протяжении всего представления, работая со своим тренером, они улыбаются. Руководители дельфинария отмечают – у них нет дрессировщиков, только тренеры. Задача которых – найти общий язык с животными. Это члены нашей семьи дельфин, не только тренера, но и всей команды, которая работает с ними. То есть все их любят, все к ним заходят, их гладят, с ними проводят время. Сегодня все чаще зоозащитники высказываются против передвижных зоопарков и дельфинариев. Однако в данном случае животные действительно находятся в достойных условиях. Вода очищается специальными фильтрами, всегда поддерживается ее комфортная для белух температура. Ежедневно каждый из артистов получает порядка 20 килограммов свежемороженой рыбы. По поводу содержания животных, даже с Москвы приезжал депутат, потому что это достигло скандала прямо на федеральном уровне. Она лично приходила, убедилась и на камеру все это сказала, что наши животные содержатся в хороших условиях, никто их не мучает. Убедиться в том, что животным здесь хорошо можно на представлении. Состоит оно из нескольких частей. В первом вы познакомитесь с белухами, послушайте их пение, удивитесь художественным способностям. Потом на первый план выйдет удивительно талантливый морской котик, который с удовольствием поиграет в мячик, станцует и даже продемонстрирует ходьбу на передних ластах. У нас артист не только ловкий, но и сильный! Ну а в заключительной части вы сможете оценить высоту прыжков, белух и силу их удара. Первые представления дельфинарии совместно с ТРЦ «Премьер» сделали благотворительным. Более двухсот рязанцев получили билеты через Министерство труда и социальные защиты. И, похоже, не пожалели об этом. Очень интересное представление, очень эмоциональное. Благодарим организаторов этого представления незабываемых впечатлений. И, конечно, для детей это радость. Была с внучкой. У дельфина просто изумительная. И морской котик тоже изумительный. То, что они делали, как бы за гранью представлений. Белух можно смело назвать источником хорошего настроения. Так что не упустите возможность подарить положительные эмоции себе и своим детям. Напоминаем, что передвижной дельфинари работает на площадке перед ТРЦ «Премьер». И на этом у меня все. Я напомню, что все новости вы также можете смотреть на нашем сайте город62.tv Я прощаюсь с вами до завтра. Желаю хорошего завершения дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин